Ни один из российских пилотируемых космических кораблей сегодня не обходится без разработок машиностроительного конструкторского бюро «Искра» имени Ивана Картукова. На предприятии в Химках проектируют и создают детали ракетных установок, двигателей мягкой посадки и даже космические беспилотники. «Искра» вносит весомый вклад в развитие отечественной космонавтики и способствует обороноспособности нашей страны. С рабочим визитом на стратегически значимый объект прибыл председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Вместе с главой городского округа Дмитрием Волошиным и депутатом Михаилом Раевым он ознакомился с работой нескольких цехов производства. Игорь Брынцалов отметил в своем деле искренне нет равных и это во многом заслуга сотрудников предприятия. «Залог успеха всего трудового коллектива, который здесь работает, помимо, понятно, технологий, станков, процессов, которые здесь происходят, это прежде всего люди. Люди, специалисты, которые разных возрастов, разных поколений передают эти традиции, которые заложены в предприятии и они являются основой того качества и того результата, который мы сегодня здесь увидели». Сегодня на производстве трудится более 600 человек. Как сказал Дмитрий Волошин, конструкторское бюро тесно сотрудничает с местным центром занятости граждан. Ежегодно на предприятия трудоустраивают около 70 человек. Особое внимание в Искре уделяют новым кадрам. Только за последние пять лет в штат приняли 30 молодых специалистов. Большинство сотрудников предприятия Искра занимают активную гражданскую позицию. Совместно с председателем областной думы Игорем Брынцаловым и главой округа Дмитрием Волошиным обсудили дальнейшее развитие ХИМАК. На собрании трудового коллектива поговорили о благоустройстве города, транспортной доступности и безопасности дорожной инфраструктуры. Все предложения по улучшению города рассмотрят и учтут в дальнейшей работе. «Мы поставили ряд вопросов, которые требуют незамедлительного решения в интересах нашего предприятия и получили исчерпывающие ответы, какие сроки и когда они будут решены. Поэтому я очень рад этой встрече. То, что вы видите сегодня на нашей территории, это во многом было создано благодаря совместным усилиям как предприятия ИСКР, так и, безусловно, руководителей городского округа ХИМАК. Просьбы и пожелания слышат, на них реагируют. Как сообщил лидер движения общественной поддержки Михаил Раев, муниципалитетам в настоящий момент реализовано уже 86 инициатив, которые предложили сотрудники машиностроительного конструкторского бюро имени Ивана Картукова. Инициатива все в работе, вот о чем я сегодня уверил и представитель областной думы и глава. Поэтому все, мы слышим людей, будем их слышать и будем выполнять то, что они просят». В рамках рабочей поездки председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава администрации городского округа Дмитрий Волошин посетили группу компаний Global Edge. Химкинское производство деревообрабатывающего оборудования вот уже на протяжении двух десятков лет удерживает лидерские позиции на рынке. Большинство сотрудников предприятия коренные химчане, потому каждому из них важно жить в развивающемся городе. Об этом говорили на собрании трудового коллектива. Люди предлагали свои инициативы, направленные на улучшение качества жизни в химках. По словам сотрудников группы компании Global Edge, такие встречи – отличная возможность поговорить с властями о наболевшем и напрямую задать все интересующие вопросы. «Конечно же, мы можем теоретически быть какими-то представителями наших сотрудников, представителями коллектива в взаимодействии с органами власти. Но бесконечно лучше, когда они могут, глядя в глаза руководителям региона, задать вопрос, получить ответ, спрямить углы и вырастить то, что называется уровень доверия, без которого просто нельзя. И вот эти вот встречи, они в первую очередь нацелены на это. И это важно, это нужно». Сотни инициатив, выдвинутых химчанами, уже реализованы на территории округа. Однако идей и предложений еще много. «Предложения, которые достаточно быстро отрабатываются, если они носят муниципальный характер. Есть предложения, которые уже как бы больше регионального уровня. Это вот развязки дорог, это строительство школ, поликлиник. И есть какие-то предложения, которые касаются уже и федерального уровня. То есть это нужны совершенно другие средства и другие решения вопросов. Но это тоже решаемо. Очень наглядный пример. Вот в Химка как раз переезд». Все инициативы химчан по выдвижению социально значимых инициатив, направленных на улучшение жизни в округе, продолжают принимать на сайте хиш.онлайн. На сегодняшний день такой формат взаимодействия власти и жителей городского округа показал себя как наиболее эффективный. Это отметил и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. По его словам, Химки – пример того, как необходимо выстраивать работу с жителями.